Студенты УГТО, УПИ и Медакадемии уже бьются за хороший урожай. Учащиеся отправились в хозяйство и объявили войну сорнякам. Дело нелегкое, овощи приходится отстаивать на коленях буквально от рассвета до заката. Вести с полей у Антона Хижникова. Периметр нужно убрать чисто, на метр от культуры, чтобы у нас сорняки не распространялись дальше на поля. Уже два часа под палящим солнцем Лиза спасает свеклу от сорняков. На коленях девушка проползла не меньше километра. Студентка приезжает на поля второй год подряд. Говорит, ехала с радостью. Здесь веселее, чем на лекциях. Мы постоянно смеемся, какие-то моменты смешные происходят. Ну, устаешь, муторно, руки болят. Ну, как бы привыкаешь ко всему. Каждый раз говорю, что я больше сюда не приеду никогда. Но мне кажется, что я еще буду здесь. Студенты УПИ и Медицинской Академии на полях с 8 утра до 8 вечера. Они уже очистили от сорняков лук, сейчас обрабатывают свеклу. Екатерина – ветеран движения. Она давно закончила ВУЗ, но расстаться с колхозом никак не может. Девушка понимает, без ее помощи овощи не выживут. Если как бы вокруг растения одни сорняки, они, как говорят, даже воду пьют. Ей свеклы не хватает. И стать не будет? Погибнет. Мы останемся без урожая, это же ужасно. В это же время идет ремонт и уборка жилого корпуса. Сейчас на полях всего 70 студентов, но скоро их станет больше. Перед заездом жилые помещения нужно привести в порядок. Здесь работают на совесть. Здесь будут жить потом студенты, таких же, как я сейчас. То есть отношусь к тому же, чтобы как бы сделать для себя. Возможно, и сами сюда еще перейдем. Студенты УПИ могут не ехать на поля, но тогда им придется отрабатывать в городе, ремонтировать здание университета. Здесь же за 20 дней прополки они получат по 3000 рублей. В УЗИ считают, главное не заработок, а воспитание. Надо из них сделать коллектив, надо сделать из них личность, надо пробудить в них желание к лидерству, к проявлению своих знаний на практике. На следующей неделе на полевые работы приедет еще 130 студентов. Они продолжат полоть и начнут собирать первый урожай. В августе поспеет капуста. Овощи будут поставлять в столовую университета. Антон Хижников, Максим Черных, Вести Урал.